Здравствуйте, меня зовут Петренко, Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучая КВК-контроллер, электронику и электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с обновлённым OVEN SPK 107M01. К нему подключены модем от компании OVEN PM01. В прошлых видео мы открыли порт для подключения модема, настроили порт, вызвали основной функциональный блок отправки СМС, вот он у нас, защитили модем от зависания при звонке на сим-карту, вставленную в нём, также прочитали регистрацию модема в сети, уровень сигнала модема, уровень сигнала сети, перевели уровень сигнала в проценты, отправили СМС-сообщение, прочитали СМС-сообщение и с помощью прочитанного СМС-сообщения управляли переменный цвет. Давайте в этом видео попробуем запросить баланс сим-карты, вставленной в GSM-модем. Нажимаем F2 на клавиатуре. Вот у нас вызовы интерфейсов. Основной функциональный блок СМС-1. И у нас здесь есть метод запроса баланса. Вот он. Нажимаем ОК. Ставим точку запятой. Здесь можем в менеджере библиотек посмотреть, какие у нас имеют входы и выходы метод баланс. У нас BULL, то есть мы посылаем запрос, чек баланс. Баланс номер. Это у нас будет команда, которую будем посылать для запроса баланса. И ответ, тоже строковая переменная, на 80 символов. Возвращаемся в PLC PRG. Здесь мы объявим перемену, предположим, запросить. Здесь, предположим, у нас будет команда запроса. Переменная. И здесь у нас будет переменный результат запроса. Нажимаем Enter. Редактор автообъявлений. Команда запросить. Тип переменной BULL. Команда запроса стринг из 10 символов. И команда результат запроса стринг из 80 символов. Дальше проводим компиляцию. Компиляция произошла успешно. Заходим в девайс. Сканировать сеть. Нашелся наш СПК. Нажимаем ОК. И пробуем загрузить программу в контроллер. Нажимаем Start. Смотрим. Здесь у нас порт открылся. Основная функция работает. И пробуем запросить баланс. У меня сим-карта вставлена от Tele2. И команда запроса баланса у нас в строковом формате. Звездочка. 105. Решетка. Здесь открываем одинарные кавычки. Дальше закрываем одинарные кавычки. Так у нас объявляются переменные тип строк. Заходим в онлайн. Отладка, вернее. Отладка. Записать значение. И попробуем запустить команду запроса. Отладка. Записать значение. Тут челкаем пока не появится трое. Итак, вот у нас пришел баланс. Денег у меня на сим-карте практически нет. Ну ладно, сегодня положу. ОК. И давайте здесь сделаем ложь. Отладка записать значение. И пошлем следующую команду. Это у нас команда Узнать свой номер. Она будет, я думаю, удобная для пользователей, допустим, этой программы. У нас она будет в формате звездочка 201 решетка. Закрываем одинарные кавычки. ОК. Отладка записать значение. И пробуем послать запрос. Еще потом мы сделаем защиту от того, чтобы пользователь не мог часто посылать запросы. В следующих видео мы добавим команду запроса и выведем строку ответа на дисплей нашего контроллера. Создадим визуализацию. И там, чтобы человек не мог нажимать часто кнопку запроса, сделаем таймер, ограничивающий, чтобы запросы шли не чаще, чем один запрос, предположим, в одну минуту. Вот нам пришел ответ. Ваш федеральный номер. ОК. Все работает. И сразу забегая вперед скажу, что вывести эту переменную на дисплей вот так, как здесь сейчас мы не сможем. Почему? Потому что у нас в визуализации мы будем использовать строки Unicode. А здесь у нас строки в ASCII. Для этого у компании OWEN есть специальная библиотека преобразования строк в Unicode. В следующих видео я покажу, как это подключить. Ну, а на этом наше небольшое видео завершим. Спасибо. 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 Спасибо.